Максим Владимирович, сейчас новогодние праздники, поэтому вопрос, сколько платить будем за проезд в транспорте общественном? С 1 января установлена плата в размере, если пользоваться универсальной электронной картой или электронной картой, электронным билетом, то в этом случае оплата будет проходить в размере 15 рублей, городской транспорт, вне зависимости от вида, имеется ввиду трамвай, троллейбус, автобус. Это уже цифра фиксирована, она будет весь год. Для тех пассажиров, кто оплачивает за наличный расчет, то оплата будет в размере 20 рублей. Это если они приобретают билет у водителя и расплачиваются наличными. В выходные дни, с субботы на воскресенье, с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье в ночь, действует с 23 до 5 часов утра, действует тариф 25 рублей за оплату наличными. То есть если транспортное предприятие будет перевозить пассажиров, то будет цена 25 рублей за одну поездку. А что с ценником для Большой Тулы за проезд? Для Большой Тулы, безусловно, на то расстояние действуют как межмуниципальные перевозки, и на больших расстояниях будут действовать такие же правила, как применяются при межмуниципальных перевозках пока. Хочу сразу сказать, что те льготы, которыми пользуются льготники, будут сохранены. То есть если для льготников проездной билет, единый проездной билет на месяц будет стоить 500 рублей на все виды транспорта, и соответственно для обычных пассажиров, для физических лиц это 1500 рублей без ограничения количества поездок, что очень выгодно, очень хорошо. Из года в год мы говорим о том, что на рынке автоперевозок надо наводить порядок, что надо убирать маршрутки. А на Ака Газели как ездит, так и ездит. Вы знаете, если мы говорим про маршрутки как таковые, то вы видите, что уже немало маршруток, это современные комфортабельные автомобили. То есть наличие таких вы допускаете? Наличие таких маршруток мы допускаем, потому что законом не ограничивается возможность их использования. Вместе с тем, при проведении новых конкурсов, заказчиками конкурсов ставятся более строгие требования. Я думаю, что век некомфортабельных, как мы говорим, маршруток уже подходит к концу. Уйдем из Тулы в районы, где на маршруты не заявляется муниципальный транспорт. Единственный вариант это как раз вот эти Газели, люди вынуждены в этих консервных коробках ездить. Вы знаете, опять же, вот такая же история. Люди вынуждены ездить в консервных коробках, но сама по себе экономика, она заставит людей перейти на комфорт. Нет, а маршруты такие есть у нас по региону? Где используются Газели? Только Газели и нет муниципального транспорта. Есть, есть немало муниципальных образований, в которых пока такая вещь работает, но уже сейчас тенденция пошла на замену этих Газелей, на замену комфортабельным транспортом. Максим Владимирович, в этом году Дорожный фонд Винской области недополучил средства. Из-за акцизов так звучала официальная причина. Что там по факту случилось? Это причина не то, что официальная, она абсолютно реальная. Дело в том, что область недополучила значительные денежные средства в результате несбора акцизов. Акцизы расщепляются на уровне практически федерации, то есть мы недополучили значительную часть Дорожного фонда. Но дело в том, что эти акцизы поступают равными долями в течение всего года. И на сегодняшний день эта цифра уже приближается порядка 75% мы уже этих средств получили. Вместе с тем это будет учтено в следующем году, вот эти недоборы, которые были в текущем году. И за счет этого произойдет компенсация. У нас в следующий год запланировано 316 километров. Это асфальтирование, это только областных дорог. Плюс значительные средства, там порядка 420 миллионов рублей, это будут муниципальные дороги. У нас на сегодняшний день нет проблем с аукционами. Вот можно тему аукционов отдельно, а цены на щебень, на песок, они же будут совершенно другие из-за курса валюты. Ну вы знаете, как это русская поговорка, готовь сани летом, а телегу зимой. Вот мы приготовили эти сани летом. Есть своя специфика, да, есть ряд материалов, которые необходимо покупать в целях экономии именно в зимнее время. Есть ряд материалов, в которых нет таких сезонных разниц. В настоящее время все аукционы для приобретения всех материалов для производства асфальта объявлены. Они объявлены Тула-Автодором. То есть аукционы только объявлены? Они уже, два из них уже состоялись. Про что у меня вопрос? Смотрите, область взяла на себя большие обязательства по количеству отремонтированных дорог в 2015 году. Но когда брали на себя эти обязательства, в голове был ценник один. Правильно? На все эти стрем материалы. А сейчас ценник другой. Как выполнять обязательства, если расчеты были совершенно по иному курсу? Ну, достаточно понятно. Во-первых, мы живем в рублевой зоне. И наш курс, он один. И бюджет Тульской области формируется исключительно в рублях, а не в иностранной валюте. Если на территории Тульской области есть масса карьеров из щанных карьеров, есть карьеров щебеночных, добывающих щебенку, то я вас уверяю, цена на эти полезные ископаемые вряд ли изменится существенно. Вряд ли вообще, в принципе, изменится. Потому что цены на добычу, они практически на сегодняшний момент, рынок не колеблется. Примером тому является то, что на аукционы у нас вышло по три, от трех до восьми участников на каждый аукцион. Это говорит о том, что по тем ценам, которые мы запланировали при формировании бюджета и дорожного фонда на 2015 год, у нас с желающими поучаствовать проблем на сегодняшний день нет. В 2014 год, а что с аукционами по ремонту муниципальных дорог? В 2013 году на очень многие дороги никто не заявился. И лоты были не разыграны. Если мы говорим про 2013 год. Нет, сейчас мы говорим про 2014 год. И муниципальные дороги, да? Именно муниципальные, в районах вот эти дороги мелкие, куда подрядчик не спешит выходить, потому что заказ некрупный. Вы знаете, в 2014 году был объявлен достаточно большой объединенный аукцион, в котором участвовали все муниципальные образования, которые подготовили всю документацию сметы. И поэтому в этом аукционе победила компания Тула Автодор. Это компания государственного учреждения Тульской области. И все те объемы работ, которые были запланированы в этом объединенном аукционе, выполнены в полном объеме. Остались отдельные виды, которые муниципалитеты не успели подготовить при подготовке этого объединенного аукциона. Он состоялся весной 2014 года. И эти работы, они поручали, на них побеждали уже компании, скажем так, иные победители аукционов. Вот там есть, были небольшие проблемки. Гарантия на дороге у нас порядка четырех лет. Мы требуем такие, предъявляем, чтобы дорога была полностью под ответственностью той компании. Поэтому мы очень сильно опасаемся прихода на рынок недобросовестных подрядчиков, у которых либо техники нет совсем, только печать и бумага, и больше ничего нет, как это. Усы, лапы, хвост, вот мои документы. Вот такого быть не должно. Должны приходить компании, которые несут всю полноту юридической ответственности, не только за соблюдение технологии, а, кстати, мы будем муниципалам теперь помогать. Компания Тула Упродор, которая надзорная организация, она будет проверять качество всех дорог, которые будут делаться на территории Тульской области, не только областных дорог, но и муниципальных дорог, с подписанием соответствующего акта и проведением экспертизы в лаборатории. Поэтому лаборатория дает объективную картину. Это мы про качество работы. Говоря о том, что будет отремонтировано 316 километров региональных дорог, еще большее количество муниципальных, какой процент отремонтируют щебеночно-мастичным асфальтом? Вы знаете, как показывает практика, щебеночно-мастичный асфальт, это такая новая технология, которая используется в ряде субъектов Российской Федерации. Но дело в том, что технология и производства, и укладки достаточно сложна. Во-первых, он сам дороже, порядка 30% в плюс. Но он и долговечнее гораздо ведь, правда? Вы знаете, насчет гораздо тут надо поаккуратнее. Долговечность любой дороги определяется не только составом асфальта, но и нагрузкой, которая не удается. Когда у нас есть карьеры, которые катают машины с нарушением допустимых норм нагрузки на одну ось, то о какой вообще дороге можно и вести речь. Потому что они убьют любую дорогу, если мы проектным образом, проект не сделаем на эти бешеные нагрузки, вы сами понимаете. Поэтому если мы сделаем рядом с карьером дорогу по требованиям нынешнего СНИПов, то через год-полтора этой дороги не будет. Даже при том, что гарантийный на нее 4 года. Но 4 года гарантий при условии неперенагрузок, вы сами понимаете, да, этой дороги, как мы будем содержать и эксплуатировать. Так все-таки щема будет использоваться в 15-м году при ремонсе? Вы знаете, она будет использоваться. Мы сделаем незначительное количество подъездов к трассе М-2, но дело в том, что в массовом порядке мы использовать ее пока не планируем. Во-первых, из 8 асфальтобетонных заводов лишь только 2 могут ее производить. В 8, которые работают в Тульской области. Тульской области, да. Только 2 завода могут производить щема, и то в ограниченном количестве. Там свои не буду грузить техническими причинами. Это так. И второе, срок доставки, срок, скажем так, на который она может с момента выпуска до момента укладки, не может быть более 4 часов. В отличие от асфальта, где там допускается более, примерно 8 часов сроки. Поэтому здесь, в данном случае, мы рисковать не можем качеством, потому что при соблюдении 4-часового срока это все теряет свойства, и, соответственно, брак, выброшенные деньги. Плюс 30% удорожения по цене. А срок службы его не настолько больше. Мы с вами говорим о текущем ремонте дорог. Но ведь многие, точнее, большая часть дорог Тульской области нуждается в капитальном. Потому что вот основа, так называемая подушка, она из известнякового щебня, но он же в муку крошится, и что ни клади сверху, дорога все равно пойдет в трещинах, в ямах. Вот капитальный ремонт будет? Ну, мы каждый раз смотрим на дорогу, при принятии решения о том, какой вид ремонта мы будем применять, ремонт текущий или ремонт капитальный, мы принимаем техническое решение, которое нам дается в результате лабораторного исследования основания данной дороги. Понимаете? Поэтому это дело очень неидуальное. У нас на следующий год предусмотрено строительство новых дорог. Порядка 8 километров это новое строительство с нуля. Территориально это где? Ну, территориально это в основном в южной части Тульской области. Кстати, мы уже формируем план 2016 года по ремонту дорог, предварительный план. Информация есть на сайте по 2015 году, сайт правительства Тульской области и сайт открытый регион, где каждый житель может и поучаствовать, и выразить свое мнение, и проголосовать. Но по 2015 году уже план сформирован и опубликован. А на 2016-й повлиять еще можно? На 2016-й повлиять еще можно, да, повлиять можно. Мы много факторов смотрим при принятии решения. Конечно же, это количество жалоб, это интенсивность использования дороги, это наличие социально значимых объектов, это количество благополучателей, то есть лиц, жителей, людей, которые пользуются дорогой. Да, ну да, если там, конечно, по ней ездит 3 человека в день, то понятно, и рядом дорога, по которой ездит 3 тысячи в день, ну, сами понимаете, в чем пользу делается выбор. В принципе, у нас темпы неплохие, и я думаю, что в следующем году будет очередной такой хороший нормальный рывок. Кстати, мы не собираемся снижать эту цифру, вне зависимости от курса, там, евро, доллара. Мы работаем в рублевой зоне, и мы четко понимаем, что на сегодняшний день у нас практически уже все аукционы разыграны. Поэтому, в общем-то, мы будем уже думать сегодня о том, чтобы там за зимнее время готовить технику, асфальтоукладчики, катки, ну, другие машины и механизмы. Кстати, их в Тул-Автодоре более 800 единиц техники, поэтому это достаточно серьезная такая армия. Это крупнейшая областная компания, которая занимается и ремонтом, и содержанием всех областных дорог, которых у нас... Она крупнейшая, она единственная? Она один, но это же и хорошо. Ну, во-первых, она же конкурирует с другими, по некоторым работам она участвует в аукционах, наравне с другими компаниями. Это нормально, законно, поэтому и хорошо. Но чем она хороша? Знаете, вот главное, во-первых, она большая, мобильная на сегодняшний день, в ней находится неплохая техника, приобретена благодаря поддержке губернатора, и, в общем-то, благодаря тем вливаниям, которые были сделаны, она под контролем правительства находится, 100%. И плюс, она же никуда не убежит у нас. Понимаете, когда делают случайные фирмы, залетные здесь работы, потом испаряются, часто очень бедные и муниципальные заказчики, и другие, мы видим, что эта фирма испарилась, и от нее остались только рожки да ножки, как говорится. И гарантии свои обязательства... И судиться с кем? Судиться с компанией, которая уже там 8 владельцев сменила, и концов не найдешь. Ну, Тула-Автодоры, понимаете, 4 года, которые они дают гарантию, вы же понимаете, что эта компания, она наша, правительственная, поэтому гарантия там 100%. В 2013 году большая проблема была с бесхозными дорогами. Люди не понимали, почему никто не делает их дорог, да, на разбивать и разбивать, поднимали документацию, а по факту за нее никто не отвечает. В 2014 году какой процент остался идти к бесхозным дорогам? В 2014 году порядка 10% осталось бесхозных дорог поставить на учет. Вот, правительство Тульской области заинтересовало глав администрации, каким образом субсидии дорожные фонды местные, то есть глава администрации формирует местный фонд муниципальный дорожный. Откуда они берут деньги на ремонт всех дорог? Ну, на каждом уровне, то есть на областном. Областной дорожный фонд, на местном, местный. Но мы дополнительно даем субсидии им для, в качестве бонуса, дополнительные средства на ремонт дорог. Так вот, с 2014 года средства выделяются строго пропорционально всем поровну, исходя из того количества дорог, которые поставлены на учет. Это чтобы их мотивировать? Мотивация мощная. То есть если у вас ноль дорог оформленных в собственности, если вы глава администрации, то вы ноль рублей получите. То есть всем в равной пропорциональности от того, что есть. У нас на сегодняшний день в области 8100 километров муниципальных дорог, соответственно, 90, более 90%, 92% поставлены на учет. И в настоящее время эта работа завершается, потому что все, безусловно, заинтересованы в получении большей доли по субсидии областной. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова